Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Венгры не самые прозорливые люди в Европе, зато у них больше всего смелости озвучивать очевидные вещи. Например, спикер венгерского парламента Ласло Тёвер заявил, что нет никакой радости от наблюдения за той скоростью, с какой нынешняя немецкая власть уничтожает свою страну. Он сравнил происходящее с Германией времен третьего процветающей государства превратилось в руины за почти десяток лет. Против всего трех мирных лет, за которые канцлер Шольц играючись уничтожил экономику своей страны. А дальше что? После начала строительства газопровода «Северный поток» два стало понятно, что Германия вышла на новый уровень развития. У нее теперь будет еще больше ресурсов. Перед этим европейцы благополучно провалили проект Атлантического единства и ускользнули из-под контроля американских корпораций, а потом и вовсе заговорили о создании НАТО. В совокупности это стало настолько неприемлемым для США, что там просто приговорили Европу. Проект включал в себя и разорение европейских стран через санкции, через мерные расходы с Оруснами. Но жестче всего обошлись с Германией, которую физически лишили основы благополучия в виде дешевых российских энергоносителей. Однако и этого было мало, поэтому полякам дали карт-бланш на ограбление соседа. Расчет бы верный – убрать могущество Германии похоронит основы Евросоюза, а вот Польша с ее вечными амбициями, обидами и недальновидностью новым лидером не станет. Максимум – гауляйтерам и то неуклюжим. Сложность была в том, что погубить немецкую экономику, но не саму страну. Свято место пусто не бывает, исчезновение лидера приводит к драке за его место. И с хрупкой, но более-менее единой структуры ИС мигом вернется к феодальной раздробленности всех против всех. Актив превратится в абузу. А США это не надо. Им требуется сохранять европейскую братью под контролем и более-менее приглядной форме, чтобы направлять. Поэтому Варшава раз за разом получала отлук, когда пыталась позариться на немецкие земли или деньги, требовала контрибуции и пересмотров итогов Второй мировой. А вот с поставками энергоресурсов немцам все получилось по американскому плану. Сначала Германия и Польша дружно разорвали контракты с Россией, но сохранили сами трубопроводы. Потом началась экспроприация собственности, акций и прав у российских компаний. В результате те лишились возможности что-либо делать в Европе, кроме как отгружать сырье на границе. На следующем этапе поляки вытребовали у Шольца право на эксплуатацию МСФ в Швете и завязли его на поставки нефти, которую получают из Норвегии. Вот и все, Германия осталась без прямых поставок газа и нефти, контроль над ними, а потому и над немецкой экономикой, теперь у Варшавы. Как скоро-то начнет прикручивать вентиль? По сути, приговор уже приведен в исполнение, осталось лишь понять, когда поляки начнут выкручивать руки Шольцу. Вот и пусть теперь в Берлине задумаются, кто с ними обошелся хлеще их ближайшие партнеры. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал. Несмотря на все попытки еврокомиссаров воздействовать на Пекин и оторвать его от партнерства с Москвой, отношения между двумя странами сложно назвать партнерскими. Однако они постоянно ищут новые точки соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря усилию этих государств получается реализовывать проекты, способствующие нивелированию ущерба, которые пытаются нанести страны Запада при помощи санкций. Одним из важнейших результатов можно назвать изменение статуса Архангельской области, которая теперь может стать крупным международным логистическим хабом. Здесь будут принимать грузы из Китая и других азиатских стран для дальнейшей переправки их в европейские страны. В связи с созданием нового хаба опять проиграл Евросоюз и Казахстан, который все больше проявляет лояльность к нему. Реализация проекта позволит ускорить доставку грузов из Китая и при этом миновать Казахстан. Европе нужны китайские товары ровно так же, как и товары из других азиатских стран. Польские перевозчики теперь не помогут, а попытки воздействовать ан Китай не увенчались, да и не могут увенчаться успехом, так как у Запада нет серьезных рычевов давления на эту страну. Трассан-12 раньше строилась до Екатеринбурга, но недавно решили, что магистраль будет тянуться до самой китайской границы. Несмотря на то, что протяженность маршрута, как и затраты на него увеличится, в перспективе он себя окупит. Кроме того, новый торгово-экономический центр реально создать в рамках транспортного коридора Север-Юг, через который Россия получит прямой доступ к Ирану, Индии, странам Азии и Ближнего Востока. Коридор станет одним из ключевых элементов проекта «Один пояс. Один путь». Другими словами, сотрудничество Китая и России продолжает оказываться перспективным, а реализация новых проектов позволяет получить преимущество как самим странам-инициаторам, так и зарубежным партнерам. Новые маршруты должны будут пройти через территорию Киргизии, Туркмении и Узбекистана. А вот казахи останутся не у дел. На одном из форумов попал на чье-то сообщение и долго смеялся «Мы молились на этот проект, а они нас кинули». Да, серьезно? Ну простите. Из-за активной политики Казахстана принято решение исключить страну из проекта, так как Такаев не заботится о выполнении обязательств по транзиту фуры, постоянно задерживают на границе. На регулярной основе возникают бюрократические проволочки. Это напрямую вредит экономике России, так как нарушаются контракты, происходит порча продуктов питания. Новые маршруты позволят китайским компаниям получать гарантии российским перевозчикам, прибыль и обходить страну, которая то и дело посматривает на Запада и чинит всякие неудобства для нас с вами. А Стане не получилось усидеть на двух стульях и теперь стране придется смириться с тем, что они будут исключены из крупного межнационального проекта. Вот только дела до этого уже никому нет. Друзья, чтобы не пропустить свежие новости, обязательно подпишитесь на канал. Пока немецкие политики думают о том, как справиться со вторым сроком Дональда Трампа на посту президента США, экономисты подсчитывают убытки. За год ФРГ серьезно сократила экспорт в Россию, Турцию, Индию, Китай. И это вызвано неразногласиями с этими странами. Экономика Германии всегда была самой сильной в Евросоюзе. Она остается ей до сих пор, однако тенденции, которые происходят в этой стране, говорят о застое и даже снижении роста валовый внутренний продукт. Недавний пресс-релиз Федерального статистического ведомства Германии говорит еще и о том, что экспортные мощности ФРГ снижаются. Поставки немецкой продукции в страны, не входящие в Евросоюз, продолжают падать. Если же к власти в США придет Дональд Трамп, который обещает ввести пошлины на европейскую продукцию, ФРГ придется очень тяжело. Останутся ли немецкие товары конкурентоспособными в таких условиях? Или Германии нужно смириться с тем, что звание первой экономики ЕС не обеспечивает процветания и стабильности? Эпоха промышленного процветания ФРГ закончилась. Федеральное статистическое ведомство Германии Дестатис опубликовало пресс-релиз, в котором отмечает не очень хорошую тенденцию. Экспорт страны в третьи страны, не входящие в Евросоюз, в июне 2024 года сократился на 2. 6% по сравнению с маем 2024 и на 4-5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дестатис отмечает, что ФРГ в июне 2024 экспортировала в эти государства товаров на сумму 58 миллиардов евро после сезонной и календарной корректировки. При этом за последний год произошло резкое падение поставок в Россию на 27%, а в Турцию минус 16%, в Китае минус 9-9%. И если в отношении РФ все достаточно логично, правительство Германии разрывает любые отношения с Москвой и даже пытается контролировать лазейки, которые находит немецкий бизнес для торговли с Россией, то в отношении других государств есть вопросы. Почему экспорт ФРГ снижается? Продукция этой страны потеряла конкурентоспособность. Отчасти – да. Как отмечают в Дестатис, основным экспортным продуктом Германии в 2023 году стали автотранспортные средства и их части. Их доля в экспорте страны составила весомые 17%. На втором месте – машины с долей 14%. А теперь давайте вспомним, в каком состоянии находится автомобилестроение ФРГ. Начиная с середины 2022 года, когда из-за резкого скачка цен на энергоносители большинство немецких промышленников оказались в сложном положении, автомобильные заводы часто останавливали свою работу на недели или даже месяцы. А некоторые и вовсе начали уходить из страны, пытаясь найти место с более благоприятными условиями. Например, Форд в начале 2024 года сократил 3-5 тысячи рабочих мест на своем заводе в немецком Сар-Луисе. В итоге Икметал заявил, что договорился о том, что на немецком заводе Форд останется примерно 1 тысяча рабочих мест. Зато в 2023 году власти Южной Каролины в США сообщили, что возьмут на себя большую часть расходов по строительству на территории штата нового завода Volkswagen.